здравствуйте с вами вновь александр я хочу сегодня рассказать вам на мой взгляд достаточно интересной коляске от компании joy модель называется мирус так что давайте же с вами посмотрим на не поподробнее и что из себя представляет коляска joy мирус первую очередь немножечко ее технических характеристиках она предназначена для детей с рождения до приблизительно 3 лет и максимальный вес ребенка максимально может быть 15 килограмм поэтому имейте это в виду ну а сейчас давайте ее изучим более детально как обычно начнем сверху что касается ручки в этой коляске ручка классическая прорезиненная но она не регулируется не в одну из сторон поэтому кому-то будет высоко кому-то низко на мой взгляд достаточно удобно под мой рост у меня метр восемь шесть роз и мне просто мне в принципе достаточно комфортно вот но что касается ручки здесь еще есть возможность эту ручку с помощью двух кнопочек нажимаем и можем ее перекинуть в обратную сторону и двигаться с ребенком чтобы ребенок смотрел на вас лицом к маме передвигался по моему интересная фишка достаточно много людей это оценит вот что касается козырька в коляске козырек достаточно большой на мой взгляд вот он не так глубоко опускается как в похожих моделях колясок но на мой взгляд принципе этого тоже достаточно если сверху смотреть он получается по бампер закрывает до уровня бампера закрывает ребенком ткань на козырьке достаточно приятная на ощупь тактильная и я думаю что если дождь пойдет она будет достаточно долго промокать поэтому здесь с этим все в порядке вот теперь давайте посмотрим на сидение и что у нас здесь здесь есть для безопасности ребенка для безопасности ребенка здесь предусмотрена система с пятиточечными ремнями и с мягкими накладками на плечевую зону ребенка и на паховую зону ребенка ребенка тоже есть мягкий мягкая накладка также для безопасности здесь есть бампер он жесткий он не гибкий вот и с левой стороны кнопочка мы нажимаем перекинули в одну сторону посадили ребенка и пристегнули бампер обратно на мой взгляд сделано очень даже неплохо и все очень крепко реально все так на ощупь тактильно создает впечатление уверенности в этой коляске вот что касается сиденье вот сейчас максимально поднятая спинка многие родители жалуются на то что во многих колясках других брендов например спинка когда максимально поднята вертикальное положение она слишком сильно завалена назад многих это не устраивает но у модели джой мирус не будет такой проблемы потому что здесь практически но здесь нет конечно 90 градусов но сидушка очень хорошо поднятый ребенок не будет полу лежачем состоянии гулять поэтому этот момент здесь учли кстати здесь еще вы видите мягкие эргономический вкладыш под голову ребенка который тоже можно кстати по высоте вместе с ремнями регулировать сейчас я вам покажу подножку подножка здесь жесткая которую можно привести в полностью горизонтальное положение и чтобы привести в горизонтальное положение спинку здесь используется не как обычно в большинстве колясок система ремней а здесь полноценный здесь кнопка для этого есть специально я вам покажу но не за нее тащим и получается регулируем спинка здесь жесткая вот таким образом это выглядит и вот так мы ее опускаем полностью в горизонтальное положение вот как это выглядит здесь принципе полностью ровное дно поэтому и можно эксплуатировать ее с рождением вот сейчас я посажу обратно обратно регулировка обычная вам не нужно ничего нажимать просто поднимаете ее вверх и услышите характерный щелчок это означает что на одно положение она сдвинулась что касается самой рамы рама здесь тоже похоже на своих на другие модели этой же компании сделано все по одному и тому же принципу единственное если сравнивать с другим модели этого же бренда здесь все вся конструкция сделано немножко толще эта коляска весит 6 и 8 килограмм а ее ближайшие конкуренты скажем так и у компании joy остальные модели они легче но и храма сделано немножечко тоньше здесь на мой взгляд чуть чуть более усиленная конструкция здесь по большего радиуса установлены колеса что спереди двойные что сзади двойные кстати когда вы перекинете ручку в это положение на передних колесах которые превратятся в задней также есть тормоз каждое колесо блокируется отдельно вам не нужно будет бегать в обратную сторону и тормозить с той стороны на мой взгляд очень грамотное решение и также эти колеса спокойно можно заблокировать если там плохая дорога к это неровность все вот видите заблокировали и они будут ехать ровно разблокировали и все что касается тормоза на задних колесах здесь не две педали одна педаль и причем очень грамотно сделано вы сверху тормозите и также сверху отпускаете тормоз не нужно подковыривать педали на взгляд это неудобно вот и заодно сразу смотрите какой здесь большой багажный отсек и очень удобно реализовано место отсек чтобы вы могли туда удобно ложить не нужно в щели пропихивать здесь вот смотрите хорошо это все грамотно сделано можно даже крупные вещи даже небольшой мячик можно просунуть сюда спокойно мне кажется очень все в этом плане грамотно сделано вот и давайте подведем небольшой итог я скажу про сравнение коротком что мне понравилось в этой коляске но то что перекидывается ручка это очень круто но то что эта ручка не регулируется по высоте для кого-то это может оказаться минусом как по мне эта высота достаточно удобно под мой рост вот мне понравился багажный отсек я вам сейчас только что про это говорил еще мне понравилось как регулируется спинка не нужно тянуть ремешки ничего просто оттянули рычажок и все регулируйте также в обратную сторону поднимайте поэтому в целом если и сравнивать с похожими колясками этого же бренда или другого вот именно эта модель мне нравится тем что она вся какая-то вот укрепленная создает ощущение такой добротной монолитной конструкции поэтому если вы не сильно гонитесь за весом коляски поэтому из 6 8 6 8 килограмм вам вполне легкая будет казаться коляска я бы на не обратил внимание вот но выбор как всегда остается за вами я все что хотел рассказать вам о ней рассказал а вы в свою очередь подписывайтесь на мой канал и ждите новых обзоров и удачи вам всего доброго